здравствуйте меня зовут алексей кусов я директор и журналист информбюро и это наш новый проект два квадратных метра свободы мы будем приглашать самых интересных и свободных спикеров потому что на этих двух метрах свободы в нашей стране вы можете говорить о чем угодно именно вы можете стоять здесь на моем месте и рассказать о том что вы знаете про нашу жизнь про нашу страну про наш город возможно именно ваши знания заинтересуют абсолютно всех зрителей информбюро сделать это очень просто вам нужно позвонить по номеру телефона который вы видите на экране вы расскажете тему с которой вы хотите к нам прийти и мы скажем вам когда вы можете это сделать все съемки абсолютно бесплатно мы будем вас ждать добрый день дорогие друзья меня зовут шестопалов борис сегодня хотелось бы поговорить об очень важном вопросе о том переполохе который у нас случился в связи с принятием 417 закона об особенностях управления жилищно-коммунальном хозяйстве при этом мы точно знаем что его приняли и он должен каким-то образом повлиять на нашу жизнь и это нас очень сильно заволновало мы все озадачились вопросом что делать озадачились вопросом что делать начали создавать у снд другие объединения переходить из кооператива в снд и так дальше мне хотелось бы предложить вам посмотреть на вопрос с самого начала потому что у нас на сегодняшний день еще действует основа жилищного законодательства срср с 1983 года и много других законов и подзаконных актов которые были приняты кроме 417 закона и все они действуют все они работают и причем многие из них работают иначе чем другие законы поэтому законодательство иногда местами сама себя противоречат и в этих реалиях кроме того еще нужно вспомнить что жилищное хозяйство весь наш жилой фонд на протяжении 25 лет независимости украины и годы до этого не видел тех работ которые должны были выполняться в этом жилом фонде в частности каждые четыре года должны быть проведены текущие ремонты в доме один раз в 10 лет должны быть проведены капитальные ремонты в доме но мы их не требовали эти ремонты и поэтому мы их не видели и вот сейчас мы стоим перед таким выбором а что же нам делать куда бежать как начинать управляться с этим жилым фондом и что с ним дальше делать по каким тарифам обслуживать кто его будет обслуживать и так далее при этом очень на слуху аббревиатура в сбб и мы на мой взгляд незаслуженно замалчиваем создание домовых комитетов и осн хотя для многих людей что сбб что сэн это одно и тоже вот эту тему домовый комитет осн хотелось бы сегодня осветить потому что на мой взгляд и на первая очередная прежде чем понять как управлять домом создание домового комитета его работа позволит ответить на вопрос о в каком состоянии находится дом в каком состоянии находится его документация какие были проведены ремонты что там с внутри домовыми сетями и так далее и так далее и так далее то есть понять todo правную точку с которой потом нам нужно будет этот дом улучшать благодаря своему хозяйствованию еще один очень важный вопрос который мы не обращаем внимание вот просто потому что мы так привыкли жить в независимой украине на протяжении последних 25 лет собственности мы все говорим о том что мы являемся собственниками домов собственниками домов потому что в законе так написано собственник квартир являются со собственниками мест общего пользования и так далее при этом мы совершенно забываем что собственность должна быть формализована и это очень важный нюанс который будет влиять на все остальное управление домом на протяжении четырех месяцев работая председателем домового комитета работа это работа на общественных началах но все-таки работа практически каждодневная мы заметили что логика сотрудников коммунальных предприятий которые называются коммунальными предприятиями она довольно искажена потому что например на запросы о том какие работы были выполнены в прошлом году по нашему дому на запросы о том сколько это стоило мы получили ответы что эта секретная информация и складывается такая ситуация когда мы члены территориальной громады являемся учредителями коммунальных предприятий и сотрудники этого коммунального предприятия от нас имеют секреты как от учредителей абсолютно нелогичное поведение но это официальная позиция говорю об этом потому что с этой официальной позиции потом придется иметь дело хозяйствующему субъекту когда он будет создан 417 законе написано что органы управления города могут назначить управителя тем домам выбрать и назначить управителя тем домам которые не создадут у снд либо не определяться с другой формой управления вот об этой другой форме управления хотелось бы поговорить сейчас и я вам еще скажу что все что я вам сейчас говорю не воспринимайте это на веру садитесь читайте законы вникайте в то что происходит потому что именно ваша голова будет принимать те решения за которые вы потом и будете отвечать потому призываю мне не верить абсолютно но все же на мой взгляд в этом риски риски создания smd это первое взвалить на свои плечи все проблемы которые накапливались годами а некоторые десятилетиями по непроведенным ремонтом в жилых домах это и подвалы с протекающими коммуникациями это и разрушающиеся фасады протекающие крыши не работающие либо не обслуженные лифты и так далее и так далее проблема следующая в отсутствие документации на дома потому что потом нужно будет после создания смд либо судиться с органами местного самоуправления для того чтобы эти документы были изготовлены либо изготавливать их за свой счет что опять же ляжет на плечи тех людей которые создали смд несовершенство законодательства мы об этом уже поговорили потому что много законов и подзаконных актов которые не соответствуют друг другу управляющая компания тоже не выход а потому что целью работы любой управляющей компании является коммерческой компании является получение прибыли также слышал о ремонтах по программе софинансирования с городом например сейчас этими программами пользуются кооперативные дома да либо дома в которых уже созданного снд и по отзывам тех людей которые этими программами воспользовались получается так что приблизительно те же 30 процентов которые должны собрать жильцы стоит сама работа а 70 процентов наценки так это назовем оплачивает город только при этом жильцы или например председатель кооператива они уже не могут контролировать качество выполнения работ потому что заказчиком работ в этом случае выступает город говорят это изменится но мы пока этого не знаем на сегодня эта ситуация выглядит именно так еще одним вопросом которого тоже стоит коснуться это не не плательщики те люди которые на сегодня в вашем доме не платят за коммунальные услуги потому что если сегодня это вопросы например жилком сервиса то завтра это будут вопросы ваши вы рассчитывая свою квартирную плату и свои расходы будете учитывать стопроцентную оплату а те люди которые не оплатили вы опять будете идти в суд скорее всего потому что других мер воздействия на вас у вас на них просто нет мы говорили о конституции украины о том что это основной закон на который должны добавляться накладываться все основные остальные законы есть еще закон об органах самоорганизации населения которые дают право нам создавать домовые комитеты в рамках многоквартирных домов решение большинства жителей о создании домового комитета имеет норму прямого действия домовой комитет это представительский орган власти в многоквартирном жилом доме и в статье 14 этого закона четко прописаны власть неповноважения органу самоорганизации населения в частности это таки повноважение как здействовать контроль за якостью послуг то выполненных ремонтных робит вот это тот пункт о котором сейчас хотелось бы поговорить потому что именно этого не хватает нашим домам проведение качественных ремонтных работ и представления качественных услуг что же делать например вы думаете о том хорошо давайте попробуем создать домовой комитет с чего нужно начинать мы поняли что после создания мы сможем контролировать качество этих услуг мы сможем добиваться проведения ремонтных работ и при этом мы не взвалим на себя дополнительную ответственность потому что обслуживающие предприятия остались те же самые просто наша задача как домового комитета будет напомнить им о том что существует правило обслуживания наших домов существуют регламентные работы и наша задача будет проконтролировать то чтобы эти регламентные работы были выполнены и так что делать в любом случае необходимо создать команду потому что один в поле него и поэтому нужно собрать тех активных жильцов которые согласны разбираться выяснять и принимать активное участие в деятельности в данном случае домового комитета создание снд она в любом случае точно также потребует создания команды потому что жители дома должны будут входить в ревизионную комиссию для контроля качества тех услуг которые будут представлять уже теперь снд в правление и так дальше и так дальше поэтому создать команду нужно в любом случае выяснить реальное состояние дома и юридических документов и добиться качественного обслуживания дома и проведения ремонтов значит каким образом вот так просто по шагам как мы это делали как мы это делали у себя в начале была абсолютная путаница потому что никто не понимал что мы создаем зачем мы создаем чем одно отличается от другого и поэтому мы в первую очередь собрались у нас были такие посиделки да там было человек 10-12 наших жильцов на которых мы вообще разбирались а что за законодательная база что с этим происходит чем одно отличается от другого почему домовой комитет а что он нам даст а как его правильно организовать и вот что мы делали первое мы создали инициативную группу из под протокол мы создали инициативную группу о том что эта инициативная группа будет вести работу по созданию для с целью создания домового комитета в паспортном столе либо участка на участке жилком сервиса да мы получили информацию о количестве тех людей которые официально зарегистрированы в нашем доме это важно потому что в законе прописано о том что должны домовой комитет создан если проголосовали более 50 процентов официально зарегистрированных жителей дома то есть 50 процентов плюс один голос и вот мы узнали общее количество этих жителей чтобы понять а сколько же это 50 процентов и дальше мы пошли по всем квартирам знакомиться со всеми жильцами потому что это не секрет что мы зачастую просто не знаем кто живет на этаже выше или ниже мы просто не знаем друг друга и в этих условиях мы ходили знакомились пили чай общались разбирались печатали листовки делились информацией то есть все делали для того чтобы люди для себя ответили на вопрос а куда мы идем вообще все вместе и также в этих разговорах мы выясняли какое мнение у людей сколько должно быть в общем членов домового комитета сколько представителей от каждого подъезда кто должен быть на взгляд жильцов председателем домового комитета кто должен быть заместителем председателя секретарем и эти все кандидатуры они были они согласовывались вот так по по мере обхода всех квартир всех подъездов и после этого мы провели такое ознакомительное собрание во дворе нашего дома еще раз проговорили в голос все эти вопросы которые были все к те кандидатуры и так дальше и назначили дату проведения общего собрания на котором можно под протокол обсуждали эти все вопросы создание домового комитета голосовали за те кандидатуры которые будут входить в состав домового комитета председателя и ну и так дальше все о чем мы сейчас поговорили и очень важно что мы на этом же собрании проголосовали за то чтобы легализовать домовой комитет шляхом поведомления в законе прописано что есть два пути легализации первый это путем уведомления и второй это путем получения разрешения на сессии городского совета второй путь предполагает создание юридического лица мы решили что это не нужно еще хотя бы потому что полномочия домового комитета который создан по разрешению сессии городского совета заканчиваются с окончанием полномочий в общем-то этой сессии да а так мы решили что мы уведомляем горсовет о том что мы создались это уведомление имеет норму прямого действия с этого момента начинаем работать что мы начали делать а мы начали знакомиться через запросы публичной информации с теми документами которые в принципе есть на дом свидетельство праве собственности на дом выяснилось что его нет договор оперативного управления с коммунальным предприятием жилком сервис который называет себя балансодержателем выяснилось что его тоже нет запросили копии договоров жилком сервиса с исполнителями услуг по обслуживанию внутри домовых сетей потому что для нас для жителей жилком сервис является исполнителем но так как он не имеет своей материально технической базы не имеет своих специалистов для обслуживания дома то жилком сервис также является заказчиком для коммунальных предприятий кп вода харьковские тепловые сети и других которые непосредственно выполняют в соответствии с этими договорами работы по обслуживанию дома и вот эти договора мы и запросили запросили эти договора с приложениями в которых должны быть описаны регламенты работ что проводится когда проводится в какие сроки в каких объемах также запросили составляющие тарифов на воду канализацию теплооснабжения и так далее потому что вопрос ценообразования он сейчас стоит очень остро тарифы очень высокие по мнению очень многих жителей и с целью этих запросов является получение ответа на вопрос за что же мы платим в конечном итоге выяснить график технического обслуживания дома каждый дом ежегодно должен проходить три технических обслуживания весенний осенний и летом дом готовится к эксплуатации в осенне-зимний период то есть 33 ты выяснить график и что входит в эти то соответственно следующая важная задача которую мы решили мы составили дефектный акт по дому не по всему дому потому что дом 1914 года ему больше 100 лет и дефектов там предостаточно поэтому на собрании домового комитета мы определили первоочередную задачу это отвести атмосферные осадки от нашего дома то есть починить кровлю починить вода стоки желоба и отмостку для того чтобы вода не уходила под фундамент и дальше после того как мы составили акт а практически его пришлось составить силами активных жильцов то есть нам нужно было выбраться на кровлю там обойти весь дом все сфотографировать все запротоколировать и потом так на тарелочке это принести в департамент жилищного хозяйства и после этого добиться того чтобы этот акт был подписан представителями департамента коммунального предприятия жилком сервис и представителем подрядчика и сейчас в доме идет текущий ремонт в рамках как нам обозначили 200 тысяч финансирования 200 тысяч гривен финансирования на год и мы всячески стараемся содействовать тем подрядчикам которые выполняют эти работы и на всех уровнях где мы только можем стараемся вникать в эти процессы ну например потому что некоторые говорят да вот домовой комитетом нет у него никаких полномочий не совсем так когда мы говорили о ремонте приямков например у нас в доме изначально по плану у нас приямки должны были быть закрыты поликарбонатом при сходе снега у нас очень крутая крыша этот поликарбонат прожил бы ровно до первого схода снега мы настояли на том чтобы это был не поликарбонат а чтобы это были мощная металлическая конструкция и оцинкованные листы которые это все выдержит ну и так далее там много было согласований которые действительно повлияют на то чтобы ремонт был выполнен качественно и осенний осмотр осенний осмотр на основании осеннего осмотра делаются запросы на капитальный ремонт в следующем году она капитальный ремонт следующем году и мы готовимся сейчас к тому чтобы качественно провести этот осенний осмотр очень важно на работе с жильцами мы в результате этой работы выяснили, что у нас есть очень профессиональный архитектор в нашем доме. Он принял очень большое участие в составлении первого дефектного акта. Сейчас он уже сделал полную дефектовку фасада здания со всех сторон, не только центрального фасада здания. Мы готовим комиссию по обследованию деревянных перекрытий, которые находятся в очень печальном состоянии в местах общего пользования, таких как ванная, кухня и так дальше. И рассчитываем на то, что мы будем делать запрос и в следующем году добьемся капитального ремонта. А уже после того, как это все произойдет, после того, как это все произойдет, мы, наверное, вернемся к вопросу, а как же хозяйствовать дальше? Потому что на сегодняшний день мы написали заявление Харьковскому городскому голове о том, что мы определились, как того требует закон 417, либо создать ОСББ, либо определиться с формой управления. Мы определились с формой управления и обязываем местного голову внести изменения в бюджет местный и получать дом, потому что мы не можем его взять на обслуживание, не можем взять на обслуживание в связи с отсутствием документов. Просто вся эта официальная переписка на украинском языке была, поэтому вы простите, что так с одного языка на другой. Но, надеюсь, что все мы его понимаем, да? Один и другой язык. То есть вносим изменения в местный бюджет, содержим дом до тех пор, пока документы не будут найдены, либо восстановлены, и после этого жители смогут взять дом в обслуживание. А до тех пор просим сохранить жилком сервис в качестве обслуживающего предприятия и не назначать никакого управителя, либо управляющую компанию. Кроме того, это мы только поговорили в рамках дома, но так как у нас в принципе не созданы территориальные громады, то создание домовых комитетов, которые потом будут объединяться в уличные комитеты, потом в комитеты микрорайонов, и в конечном итоге в комитеты районов. Это единственный путь в многомиллионном городе для того, чтобы создать вот те настоящие территориальные громады, которые будут заинтересованы в том, чтобы приумножать все, что есть на их территории. Спасибо за внимание. Это было 2 квадратных метра свободы. Здесь вас ни в чем не ограничивают.